Взрывником, где радиация превышала норму в 27 раз. 5,5 лет, согласитесь, достаточно большой срок, чтобы подумать, что-то взвесить, переоценить, поменять, может быть, планы, направления, движения, чтобы что-то понять, хотя бы много было непонятного. Много. Мой отец, конечно же, хотел помочь своему единственному сыну, но так и не смог. Что такое Кривой Рог, а что такое Москва? Большая разница. Большая. В это время мой отец поменял одну из очередных квартир и поселился в одном из новых микрорайонов города Кривой Рог. Он выбрал себе дом, выбрал этаж, выбрал даже вид из окон. Но некоторые не учел. Когда он поселился в этом новом доме, оказалось, что под его прямо квартирой поселилась тогда для нас очень страшная семья. У нас на Украине такие семьи или таких людей называют одним словом – штунды. И это была действительно страшная для нас семья, потому что она занимала не одну, а целых две квартиры. Их было отец и мать и аж 11 штунды нет. Страшно было очень. Однажды я пришел к своему отцу и сказал, отец, ты знаешь, мне в органах госпезопасности говорили, что вот эти страшные люди приносят в жертву своих собственных детей. Отец посмотрел на меня и сказал, ты знаешь, сынок, мне тоже в высшей партийной школе об этом говорили. Я говорю, пап, скажи, пожалуйста, а сколько же они поубивали, если у них 11? А сколько было? У них что, конвейер? Многого мы не понимали в жизни и очень сильно боялись этой семьи, боялись даже больше, чем атомного взрыва. В это время у моего отца родилась первая внучка, моя племянница, Катюша, которая была очень развитым ребенком. Мама, которая была в то время на пенсии, занималась с ней. И в два годика и семь месяцев она научилась читать. А в четыре годика она уже свободно читала. И она бегала играться в эту страшную для нас тогда семью. Как ей не запрещал отец, но там были дети. Он старался как-то ей объяснить, что это страшные дети, что это страшная семья. Но вопрос в том, что мы, взрослые люди, часто смотрим вот этим. А дети смотрят этим. Поэтому Бог и говорит часто нам, будьте как дети. Вот простые такие, чистые, светлые. Принимайте верой. Она смотрела своим чистым сердечком и, конечно же, видела то, что мы не видели. Она бегала играться в эту семью. А во что играются христианские дети? Сегодня я знаю. А тогда знал только, во что играются дети коммунистов. Дети коммунистов. Дети коммунистов игрались всю жизнь в войну. Стреляли, убивали друг друга. С детства учились уничтожать. А дети христиан все время играли в больших, особенно семьях, в собрания. И эти дети играли в собрания. И наша Катюша вместе с ними читала, молилась. И часто ее даже просили почитать старшие дети из этой семьи по той причине, что она лучше читала, чем они, даже в свои четыре годика. Она возрастала там с ними в познании Бога. Однажды она прибежала домой к отцу. В это время я был у него дома, в гостях. Я сидел на диване. Она забежала, он стоял посредине комнаты. Она задала ему один вопрос. А я подумал, лучше бы он посидел. А я бы в это время постоял. Она забежала и задала ему вопрос, достаточно серьезный для него. Для коммуниста, такого ранга. Для дедушки, который, конечно же, считал, что он все знает для своих внуков. Абсолютно все. И он всегда был готов отвечать. Она, глядя в его глаза, своим чистым сердцем спросила. Дедушка, скажи, а кто такой Иисус Христас? Кто такой Иисус Христас? Дедушку качнуло в разные стороны. Я смотрел на него и знал, что мой отец всегда отвечает на вопросы. Знает он, не знает, всегда отвечает. Так делали все идеологи коммунистической партии. Абсолютно все. Так они были научены в партийных школах. Быть великими в своей стране. Великими знаниями. И он ответил. Как всегда, гениально. Приблизительно так он произнес. Глядя в ее глаза, Своим грязным сердцем он сказал. Ну, Катюша говорит, Ну, кто же не знает, кто такой Иисус Христас? Да все же знают, кто такой Иисус Христас. Иисус Христос. Когда приходят Иисусу Христу, Они вместе с Иисусом Христом являются Иисусом Христом. Я засмеялся на диване, Закрывая рот. После этого гениального ответа. Катюша пошла, конечно же, ничего не поняв. Я думаю, что моему отцу стало Чуть позже стыдно за свой гениальный ответ. И однажды он, пересилив себя, Я не представляю, что ему это стоило, честно говоря, Взял все-таки в руки Библию. Чтобы ответить на какие-то другие вопросы, Которые, может быть, задаст эта маленькая девочка. Ведь говорят, что внуков любят даже больше, чем детей. Думаю, что это правда. Если даст Бог жизни, Доживу и, думаю, подтвержу это, Как и многие дедушки и бабушки. Когда мой отец начал читать Библию, Он положил рядом с собой тетрадку. 48 листов в клеточку. Советскую такую. И из Библии он стал выписывать Один за одним Все манифесты коммунистической партии. А чуть позже он выписал И весь Моральный кодекс строителя коммунизма Из Библии. И эта книга, конечно, Начала переворачивать его всю жизнь. Все его естество. Он нервничал. Он не находил многих ответов. Он не понимал, почему. Он 30 лет говорил о том, что Бога нет. И вот, читая Библию, Он видел, что Все, что он говорил, Было ложью И неправдой. Когда я стал уже христианином, Я почему-то не знаю, Но Бог привел на память Съезды КПСС, Эти форумы Великих людей. И врезалась в память Мою одна песня, Которую мы все пели В заключении этого великого Такого форума Наших вождей В честь очередного идола. Эту песню обычно исполнял Или бас, Или баритон. И обычно этому человеку Давали или государственную премию, Или героя соцтруда, Или народного артиста СССР, Или что-либо из чего Еще у него не было. А мы стояли все участники концерта, Сзади изображая хор, Примерно шесть тысяч человек, И пели эту великую песню. Я спою вам всего лишь один куплет Этой песни. Всего лишь один куплет. Послушайте, что получится. Я не буду вас утруждать, Но я поменяю всего лишь Всего лишь одно слово В этой песне. Всего лишь одно. Я хотел бы, чтобы вы послушали, Что получится. Послушайте. Послушайте, что получится. День за днем бегут года Сотни новых поколений, Но никто и никогда Не забудет имя Иисус. 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 Иисус.